Илья, ну прямо сейчас мы отправимся налегке. Как ты думаешь, куда? Может быть, в Романов-Борисоглебск? Или Менделеевск? Но, Илья, нет. Мы отправимся в небольшой городок Тутаев. Как ты думаешь, чем он может быть интересен? Я думаю, он очень интересен, потому что там есть фабрика, где делают валенки, насколько я помню. А мне кажется, что Ольга Соловьева всегда находит какие-то интересные и самые замечательные вещи в таких небольших городках. Ну что, посмотрим? Налегке. Тутаев – красивый старинный город на Волге. В этом году ему исполнилось 730 лет. До революции Тутаев именовался Романов-Борисоглебск. Это уникальное название. В нем именно трех известных князей, трех святых, издревле почитаемых на Руси – Романа, Бориса и Глеба. Придя на берег Волги, открывается потрясающая панорама. С этой точки виден Крестовоздвиженский собор. Это самый древний собор, который есть в Тутаеве на его левом берегу. Он построен еще во времена Ивана Грозного. Строился почти 100 лет. Объясняется это тем, что не хватало денег на строительство храма. А вообще отсюда видно пять храмов на стороне Романова. Ну а на Борисоглебской стороне, вот буквально по левую руку от меня, стоит Воскресенский собор. Это, можно сказать, главная святыня этого берега. Одним из замечательных памятников ярославской архитектуры, гордостью национального зодчества является Воскресенский собор. Главное украшение правого берега Тутаева. Он виден практически со всех точек города. Величественный, красивый, с богатым убранством. Ну и среди разных древних икон, которые есть в этом храме, особо почитаемые, можно назвать икону Спаса Всемилостивого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok